Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим давайте добротой. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ вновь встречает участников рождественских образовательных чтений Южного Викариатства Московской городской епархии, которые прошли в рамках подготовки к 27-м международным рождественским чтениям «Молодежь, свобода и ответственность». Этот уникальный церковно-общественный форум проходит уже в шестой раз и собирает под своей крышей всех священнослужителей и неравнодушных прихожан Донского и Даниловского благочиня. Почетным председателем шестых рождественских образовательных чтений традиционно выступил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, управляющий Московским Центральным и Южным Викариатствами митрополит Истринский Арсений. Молодежь, реагируя на все новое, что вылагается в мире, хочет по всем участникам. И поэтому наша критика должна быть связана с любовью, чтобы они, слушая нас, сделали определенные выводы, которые бы послужили к тому, чтобы они остались достойными гражданами нашими отечествами и достойными христианами нашей Святой Церкви. Спасибо. С приветственным словом участникам рождественских викариатских чтений обратился Михаил Николаевич Стриханов, ректор национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор физик математических наук, профессор, кавалер ордена преподобного Серафима Саровского. Гораздо большие опасности нас подстерегает в части того, что сейчас называется виртуальный мир. И этот виртуальный мир, он сейчас обволакивает нас очень плотно. И это, на мой взгляд, это огромный вызов, огромная опасность и огромная работа для воспитания, в том числе, в первую очередь, для Церкви. Также всем собравшимся были зачитаны приветствия от митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, от митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вся полнота Русской Православной Церкви призывает всех нас всерьез задуматься над вопросом обучения и воспитания подрастающего поколения. Поэтому так принципиально важно, чтобы люди, выбравшие для себя высокое служение учителя, педагога, были способны на собственном примере, в собственном опыте демонстрируют подрастающему поколению ценность подлинной свободы. Также от Алексея Челышева, префекта Южного административного округа города Москвы, красной нитью через все доклады прошла аксиома «Свобода и ответственность. Две стороны сознательной деятельности человека». Священнослужители помимо своей главной деятельности являются мудрыми педагогами и психологами, целителями душ человеческих, работают с трудными подростками и молодежью. Почти половину докладчиков составили священники, которые поделились своим духовным опытом работы с молодежью. В основе здоровых отношений, будут ли это отношения между мужчиной и женщиной, или между личностью и Богом, лежат следующие принципы – «Свобода, уважение, жертвенность и доверие». Еще один подход к этой теме – подход с точки зрения педагога. Поднималась какая-то тема, они откладывали телефоны, они включались в дискуссии, они начинали что-то доказывать, им было интересно. Также были затронуты различные вопросы молодежной политики, роль студенческих сообществ и концепция кадетского образования. Сама программа духовного укрепления учить и рассказывать им о следах войны, кто это такие, чем они себя прослали. В перерыве заседания выступил народный коллектив России, лауреат международных и всероссийских конкурсов Академический мужской хор Университета МИФИ под руководством заслуженной артистки России Надежды Малявиной. Ирина Уварова, Татьяна Осипова для телеканала «Добро». Старайтесь быть добрее и сердечнее, Благим делам не надо счет вести, Давайте все мы будем человечными, Лишь доброта сумеет мир спасти. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова